Обсудим качество ремонта дорог в Кирове с нашим гостем. У нас в студии член общественного совета при Федеральном дорожном агентстве Росавтодор. Константин Сичихин. Добрый вечер. Константин, здравствуйте. Спасибо, что пришли. Добрый вечер. Следите за тем, как у нас сейчас проходит ремонт дорог. И расскажите, каково ваше впечатление. Ну, конечно, обязательно следим. И я вот вчера выезжал вечером, смотрел, как качественно укладывается дорожная... Укладывается асфальт в улице Воровского в районе дома обуви. По крайней мере, работы ведутся на сегодняшний день в рамках графика, который был запланирован Дирекцией дорожного хозяйства, сейчас управлением парковой культуры. Работы ведутся. Ну, какие-то вы изменения видите, если сравнивать, например, с прошлым годом? Ну, у нас больших изменений в рамках качества выполнения работы, их, конечно, не предвидится. Просто в этом году запланировано. Если в том году не было бордюрного камня, установки бордюрного камня, в этом году мы с вами наблюдаем, на Октябрьском проспекте меняют бордюрный камень, который уже, ну, который требуется для замены, да. Потом, в этом году мы с вами наблюдаем, что опять хорошая тенденция по поводу усиления остановочных павильонов, именно где останавливается автобус, потому что эти места, они требуют постоянного реконструкции, так как нагрузка со стороны общественного транспорта очень велика. И вот эти две хорошие тенденции, которые мы наблюдаем, они будут положительно влиять на дальнейшее развитие уличной дорожной сети. Ну, вот сегодня в нашей группе ВКонтакте мы наших подписчиков спросили, вы заметили, что дороги стали лучше. Большинство ответили, что не особо, еще много участков, которые требуют ремонта. Ну, то есть, вот, что вы скажете по этому поводу? Ну, как бы, с какой-то точки зрения я со многими из ними соглашусь, только по той причине, что в основном все передвигаются на основных центральных улицах, да. Это улица Октябрьский проспект, это Воровского, это улица Ленина, это улица Производственная. И, конечно, в этом году они в не лучшем состоянии. И того ямочного ремонта, которым требовалось начинать, его практически не было. И да, жалобы от граждан поступали и в общественную палату, и мне не поступали. Немало жалоб под граждан. Я думаю, что мнение граждан все-таки изменится к концу сезона дорожного, так как основной акцент, город делает это. И мы, как общественники, делали основной акцент на основные магистральные улицы. Это опять на те улицы, которые я ранее приводил. Пример. А какие еще все-таки улицы у нас проблемные, вот, помимо тех, которые вы перечислили, и на какие стоит еще, вот, каким стоит уделить внимание? Ну, если брать, у нас, конечно, пора заниматься не только строительной, реконструкции, либо приведения более-менее в порядок, у нас пора приводить, как бы, заниматься капитальным строительством, да. У нас при такой нагрузке на дорожную сеть, которая у нас на сегодняшний день есть в городе, да, нам, как минимум, в район юго-запада требуется третий мост. Но вот этим уже начинать надо задумываться, потому что мост по улице Московская, по улице Воровского, если кто ездит на юго-запад, там очень большие пробки. И он, ну, как бы, мы сейчас делаем косметический ремонт, и все должны понимать, вот, то, что сейчас происходит, это максимум 3-4 года. Через 3-4 года мы с вами будем наблюдать опять ямочный ремонт на срок гарантии. Это не продержится очень долго, это не капитальный ремонт, это косметический ремонт подлежит, подлежит, подлежит дорожную сеть, приводит более-менее в надлежащее состояние. Надо задумываться о капитальном строительстве. Что-то у нас, вот, по поводу технологии, вот вы, да, сказали, у нас что-то с ними не так. То есть, почему всего 3-4 года? Это, мне кажется, мало при условии, что он называется, это у нас капитальный ремонт. Ну, он не называется капитальным ремонтом. Я не знаю, где там называют это капитальный ремонт. Это текущий ремонт. На сегодняшний день город проводит текущий ремонт. Капитальный ремонт, это как раз снимает полностью всю подушку, вплоть до основания, да, и полностью меняют. Сейчас мы меняем только два слоя. Мы фрезеруем первый слой и два слоя сверху накладываем, да, Б2 и щема, как это требуется в рамках технического задания. Вот, а это все текущий ремонт. Это никак не капитальный. А если делать качественно текущий ремонт, сколько срок годности? Ну, у нас пока, у нас согласно контрактов прописано 4 года. 4 года эти дороги должны простоять. Ну, как вы думаете, в условиях того, что у нас вот сейчас какой ремонт проводится, простоят? Простоят, если надлежащим образом будут нестись гарантийные обязательства подрядчики за теми дорогами, которые они ремонтируют, а не так, как это было у нас в 2016 году у нас, потому что есть сейчас проблемные улицы. Это улица Герцена в районе перекрестка с улицы Горького, где мы наблюдаем большую ямочность. Это там недобросовестная подрядная организация выполнила работы и исчезла. Да, там как раз недавно проводился, ну, относительно недавно ремонт. Да, это 2016 год, это в 2016 году проводились ремонт. В том году мы уже наблюдали ямочность, в этом году ямочность усилилась. А спросить не с кого, потому что той организации, которая это выполняла, ее просто-напросто сейчас нет. Еще хотелось затронуть тему колейности дорог. То есть мы тоже очень, еще, по-моему, зимы наблюдали эту тему, писали везде. Вот что вы скажете, почему у нас такая колейность образуется, и как вообще с ней стоит бороться, грубо говоря? Ну, колейность, она образуется из-за большой нагрузки на дорожное полотно, так как трафик транспорта увеличивается, да и плюс увеличиваются автомобили тяжелые, как бы грузовые автомобили, они становятся другой грузопо-перевозки, да, как бы там, например, раньше, если у нас АГОСТ, и все у нас еще там 80-х, начало 90-х годов, когда у нас, например, автомобиль Scania с 40 тонкой не ездил по дорогам России, да, а сейчас на сегодняшний день мы наблюдаем автомобиль, у которого там общая масса больше 60 тонн. Понимаете, какая нагрузка на дорожное полотно, при этом, опять же, приду к началу разговора, то, что у нас не производится на сегодняшний день капитальный ремонт, у нас производится текущий ремонт, и все, что после двух слоев асфальта, мы же не знаем, в каком состоянии находится подушка, в каком состоянии находится ниже полотно, может быть, там давно уже все подмыло, и там просто нету основания, да, и тем самым у нас будет асфальт, он будет образовываться колейность, будет образовываться большая ямочность. Константин, спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы. Спасибо большое. Мы с вами продолжим.